Президент Украины Владимир Зеленский не хочет, чтобы премьер Алексей Гончарук уходил в отставку. Гончарук попросился сам после скандала с прослушкой его совещания, правда, сделал это весьма любопытно. По закону премьер, конечно, может попроситься в отставку, но у Верховной Рады. Ведь Украина парламентско-президентская республика. А Гончарук заявление написал на имя главы Верховной Рады, но отдал бумагу президенту. Мол, если мне больше не доверяешь, вот тебе мое письмо к парламентариям, сам его и отправляй. Будем говорить об этой в первой части нашей программы. Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Мы все пришли в парламент во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру Александровичу Зеленскому. Владимир Александровичу Зеленскому. Я не буду готовить по парламенту. Суспильство в целом. Общество в целом и я предоставили вам и правительству большой процент доверия. Поэтому, мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит. Теперь по порядку. В среду вечером была опубликована аудиозапись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Кстати, сам премьер фейковым запись не называет. И вот в этом разговоре Гончарук говорит, что профан в экономике, потому что сам юрист по образованию. И добавляет, что в экономике и финансах не силен украинский президент Владимир Зеленский. Но отдельные депутаты даже потребовали отставки премьера после этого. И он сегодня такое заявление написал. Только понес его не в Верховную Раду, а только депутаты, напомню, могут его снять с должности, а президенту. Президент ответил премьеру. Что именно, я попрошу рассказать нашего киевского корреспондента Юлию Жукову. Юля, здравствуй. Ира, здравствуй. Ну, реакцию президента Украины Владимира Зеленского на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в Украине сегодня без преувеличения ждали целый день. И вот час назад появилось видео с их официальной встречи, на которой Владимир Зеленский говорит Алексею Гончарку, что он дает ему шанс работать дальше. Так как, по словам Зеленского, сейчас не время расшатывать ситуацию в государстве, как политически, так и экономически. Но дает он ему этот шанс при условии, если Гончарук выполнит ряд задач, среди которых это оптимизировать работу кабинета министров, решить вопрос со справедливым начислением зарплаты министрам. Также уволить руководителей министерств, которые не показали реальных результатов, если такие в принципе есть. Ну и отчитаться о своей работе в Верховной Раде до 4 февраля. Давайте послушаем прямую речь. Суспільство в целом и я надали вам и уряду великий відсоток довер, великий відсоток, правильнее даже сказать, великий кредит довер, кредит довер. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитывались за этот кредит перед нашим сообществом. И у вас достаточно энергии, чтобы это сделать. Ну и также Владимир Зеленский сегодня во время совещания с силовиками поставил им задачу в течение двух недель выяснить, кто именно прослушивал совещание премьер-министра Алексея Гончарука. Также он поставил им задачу установить абсолютно всех людей, которые присутствовали на этой встрече и обеспечить техническую безопасность всех государственных органов, для того, чтобы эта ситуация впредь не повторилась, так как это в первую очередь вопрос национальной безопасности Украины. Ну а подробнее о всей этой истории с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и о том, как сегодня на его заявление реагировали депутаты Верховной Ради, давайте посмотрим в сюжете моей коллеги Евгении Токарь. О своем намерении подать в отставку премьер Алексей Гончарук написал утром на своей странице в соцсети. Пока его ожидали в парламенте, Гончарук свое заявление повез президенту на банковую. Депутаты возмущены, ведь по закону назначить и уволить премьера может только Верховная Рада. На жаль, держава перетворивается на, как знаете, цирк бродячий, когда даже премьер-министр и уряд не знают регламента и Конституции. После общения с президентом Гончарук все же появляется в зале Верховной Ради, улыбается, здоровается с депутатами, идет к трибуне. Мы все пришли в парламент, в владу, сменювать страну благодаря этому человеку, благодаря Володимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаемо и для нас принципово иметь доверие в середине команды на 100%. Премьер говорит, продолжит работу вместе с правительством, если Владимир Зеленский не решит иначе. Часть депутатов аплодирует, кто-то кричит позор. Алексей Гончарук накануне оказался в центре скандала. В сети опубликовали прослушку, где якобы премьер говорит, что не смыслит в экономике. И вместе с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавой Нацбанка Екатериной Рожковой обсуждают, как доступно объяснить президенту причины укрепления гривны. Ютуб-канал, на котором появились записи, называется «Как обмануть президента». Есть очень примитивное, в смысле, простое понимание комических процессов. Он понимает, есть подъемный баланс. Подъемный баланс сильно не вправился, а гривна сильно укрепляет. А на марте. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос. Сразу же после обнародования записей, часть депутатов из президентской фракции потребовали отставки премьера. Это обсуждали на закрытом заседании. Но большинство парламентариев возмутило не то, что говорил премьер, а сам факт незаконной прослушки. Гончарук тогда заявил, это атака против правительства. Верховную Раду свое заявление об отставке премьер сегодня так и не донес. Оно осталось у президента. Гончарук заявил, Зеленский может передать его на голосование парламенту в любой момент. Некоторые депутаты называют это политической игрой. Я перепрошу, президент не передает заявки премьер-министров до парламента. Если заявка политическая, то так нужно было и сказать. Я сделал политическую заявку, она не формальна, и воспринимайте ее исключительно, как мой пиар. Это заявка, показать, как я вас люблю. Выбачьте, что таки стало. В офисе президента заявили, Владимир Зеленский заявление рассмотрит и сообщит свое решение позже. Евгения Токар, Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.